Первое публичное выступление этой группы состоялось в финале конкурса Евровидения. Благодаря этому конкурсу и в первую очередь таланту артистов и суперпродюсеру, сейчас их знают все. Встречайте, группа Серебро. У меня в гостях в программе Hot Secrets Ольга и Елена. Привет, девчонки. Привет. Ну, где же ваша Анастасия? Да вот мы сегодня вернулись к гастролей, а Настенька заболела. На самом деле мы все заболели. Голоса у нас такие приятные, очень. Да, да, да. Мы сегодня порадуем нашими бархатными. Все в порядке. Нас трое. То есть Настя, солистка группы Серебро, все стабильно. Девочки, давайте начнем с того, что вы в шоу-бизнесе и в проекте Серебро 4 года, правильно? 4 года. Что же было самым тяжелым за эти 4 года? Ну, может быть, наверное, для каждой из нас разный период и считается более тяжелым. Для меня было самым тяжелым начало, потому что я по своей природе очень застенчивый человек. Для меня было сложно разговаривать. Что-то со мной происходило в то время, как включалась камера, и я не могла связать двух слов буквально. В общем, мне было тяжело начинать. Я думала, я вспоминала все эти 4 года. Что ж, не могу ответить, потому что, скорее всего, это где-то год назад период, вот этот вот скандал с увольнением, неувольнением Артемом Фадеевым. То есть вот вся эта история, она для меня очень тяжелая. И не могу сказать, что осадок остался. Но, наверное, что-то похожее на осадок, что-то более просто облегченное осталось. То есть я очень больно все это пережила и до сих пор остается. Ну, вот с того момента, как вы уже попали в коллектив, пошла активная работа, насколько пришлось как-то поработать над своей внешностью? Так что, может быть, вы бы этого и не хотели, да, но это были условия стилистов или продюсеров. И что у вас изменилось с того момента, как вот вы попали в группу? Группа «Серебро» началась, когда я вдруг похудевшая после «Фабрики звезд» пришла в офис за зарплатой. Встретила Максима Александровича, сказала, ой, ну ты же худая. А он мне сказал как-то, когда похудеешь, приходи, будет проект. Ну, я несерьезно отнеслась к словам. Зарплату платят, и хорошо. И Максим увидел потом серебро. И вот мы поехали на Евровидение, стали на Евровидение, стали толстыми. Да нет, ты что? Помнишь, когда нас, Максим, мы были еще вдвоем до Евровидения. Мы ходили. Мы за два месяца стали такими сухими, поджарами, классными. И насколько же Максим участвует в формировании вашего имиджа? На сто процентов. На самом деле, он не просит нас быть кем-то, кем мы не являемся. Он просто хочет, чтобы мы были, прежде всего, профессионалами своему делу. Во-вторых, ну, просто любить музыку, не думать о том, сколько раз меня показали, там, меня, тебя, там, ее, по телевизору, условно говоря. Он говорит, что для тебя главное, каждый из нас. И каждая выбирает свое главное. И если оно совпадает с тем, что видит Максим, и тогда у тебя все круто. А если оно не совпадает? Ну, вот Марина ушла из группы. Артист, который попадает в проект к Максиму Фадееву, он же понимает, что он все же должен исполнять те условия и те задачи, которые продюсер ставит. Да. В каких же случаях может быть так, что артист говорит, нет, я не хочу такой быть? А на самом деле Марина не говорила никогда, нет, я не хочу быть, нет, я хочу уйти. Конечно же, нет. Из группы Серебро никто по своей воле не уходит. Когда твои жизненные взгляды сходятся, это круто. Если вы принципиально разные люди, если для тебя главное не музыка, если для тебя главное что-то другое, то вы вряд ли сойдетесь надолго. А у нас на канале Европа Плюс ТВ время музыки. Сегодня в качестве диджея выступает группа Серебро. Какой клип, девушки, вы хотели бы увидеть у нас в эфире и почему? Ричард Эшкрофт, есть такой солист, лидер-вокалист группы The Verbe, по-моему. И мне он очень нравится. Ну что ж, смотрим прекрасное видео от группы Серебро в программе Hot Secret. А мы продолжаем в эфире Hot Secret. И у нас в гостях две очаровательные девушки, две очаровательные звезды из проекта группы Серебро. Расскажите, какие мужчины нравятся вам? Ох, не фоди. Мы ответили на наших мужчин, которые стоят на колено перед нами. Это мне надо. Я люблю вот эту часть рук мужчин. Обязательно. Я люблю глаза. Ну, то есть мне важен взгляд разумный. Естественно, образованный, эрудированный, интеллектуальный, пять языков. Это все приветствуется. Темные волосы по возможности. Иногда мне нравятся русые. Но с блондинами как-то сложнее. Ну вот если так, да, мне мозги нужны. То есть я не могу описать того мужчину. То есть мне нужен мозг. Мне нужно от него брать, 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 брать. Я очень быстро расту. Очень быстро забираю все у мужчин, да. Жаль, что материально не могу, стесняюсь очень. Но мне вот даже кольцо и то родители подарили. Хорошее кольцо. Да, хорошее. Спасибо, мам, пап. Леночка, ну а сейчас твое сердце кому-то принадлежит. Да вот обидно. Сидите ли, конечно. Нет, никого нет. Я устала уже. Устала говорить это внутри. Мне стыдно. У меня сразу ощущение, что я какая-то юродивая. Вот сижу, никого нет. Это серьезно, так есть. Леночка, у меня есть пара ухажеров. Давай еще раз так сделай. Не уродивая. У меня есть пара ухажеров. Живо так. Да, у меня, конечно, есть пара ухажеров. Они неплохие ребята. А один умный, второй красивый. Я могу сказать, вот бы их совместить. А фанаты, фанаты, они вас как-то удивляют? Я думала, а фанатами его встречают? Нет, они вас удивляют своими. А что, группа Иванушки встречается с фанатами там регулярно, с фанатками? Я слышу, как понравилось вам. В конце концов, все равно девушки. Девушки когда-то хотят заводить семью. И с Максимом вас как-то обсуждается в контракте? Или просто подружки? Я думала, сейчас семью с Максимом нам уже предлагают. На самом деле. Тот момент, сейчас секунду. С Максимом у вас как-то обсуждается тот момент, что вы когда-то же захотите ребенка. Конечно. Что в этих случаях будет? Ну, на самом деле, сейчас это не время. У нас песня есть такая. Чуть позже. Я дам тебе знак. Но, да, всему свое время, сейчас оно пока не наступило. Однозначно это будет. Однозначно это не будет никого сюрпризом, секретом или как. Беремен. Да, то есть понятно, что мы женщины, как бы, если мы были мужчины и вдруг там пришли. Все понятно. Но Максим, человек, который не любит сюрпризов, который за стабильность и так далее, и так далее, и так далее, все просто обговариваются. Когда, ну, допустим, там, у меня есть отношения, которые длятся достаточно давно. И, ну, там, естественно, я никого не кину, не брошу, не скажу так, я завтра уезжаю. Рожать. Рожать, да. Уже завтра рожаю. Так что на концерт зато и не приду. Такого не будет. Такого не будет. Макс, как ты не заметил? Да, Макс, ты же беременна, я уже 9 месяцев проходила. Не, а я хочу сказать, что моего мужчину будет обязательно одобрять Максим Фадеев. Мне это важно. Ведь Максим меня отчасти и взрастил. Он взял меня, сколько мне было там, 17 лет. И вот мне сейчас 26. Вот все эти годы, сколько Максим вложил в меня сил, эмоций, мозгов, своего опыта. Сколько он нервов на меня потратил, когда я была сложным подростком. То есть он такой третий мой родитель. Поэтому Максим обязательно будет выбирать моего мужчину. Так, хватит разговаривать на канале Европа Плюс ТВ. Время музыки. Смотрим клип в исполнении группы Серебро. Под названием «Давай держаться за руки». Группа Серебро. У меня в гостях в программе «Ход Сикретс» Ольга и Елена. Вот еще существует мнение среди, как сказать, телезрителей, среди аудитории тех людей, которые как бы воспринимают на шоу-бизнес со стороны. То, что вот артисты, вот они иногда, вот они так плохо выглядят, вот может быть они там выпивают или там употребляют наркотики. Как вы боретесь с тем, что когда вам не хватает сна? Мы не пьем, мы не употребляем никаких там наркотиков. Какого допинга? Никакого допинга, вообще абсолютно максимум. Это вот энергетические напитки, крайне редко, потому что они страшно вредные. Ну и то, когда вот, когда надо, а ничего нет. Ну, единственное, у нас был некий период в самом начале, когда, дело в том, что мы вышли на сцену в алкогольном опьянении на Евровидении. И мы гордимся этим. Где-где? На Евровидении. Мы вышли пьяные по большому. Ну ладно. Я понимала, что мы представляем Россию, это большая ответственность. Мы выпили, но это для того, чтобы просто убрать вот это вот. То есть, мы поэтому сделали реально в кайф, но мы были достаточно трезвые. А то люди подумают сейчас, пришли, но поэтому и третье место. Потому что выползли, вот у нас убрали. На самом деле. Мы когда, мы себя вот как-то вот настроили, может быть то, что Максим сказал, типа не парьтесь, выпейте, расслабьтесь. Может быть от того, что мы уже устали неделю там ходить и перед всеми там... И смотреть, как все пьют. То есть, причин может быть масса, но когда это все случилось, за пять минут до этого, мы просто буквально, знаете, вот как... Вот эти быки... Включились. Да, и вот как эти быки, которые сейчас откроют вот их ворота, и они побегут. Мы хотели на эту сцену, мы реально... Мы на нее... Когда нам одевали наши... Микрофонные. Микрофонные, ну в общем, все, одевали нам, мы буквально уже вот нас еще не застегнули, нигде не закрепили, а мы уже шли. Нам было... И когда мы выходили на сцену, я прекрасно помню это состояние. Это первое, что ты видишь, это российские флаги, флаги. И мы, и знаете, и мы прям буквально практически, то есть, мы, конечно, не могли бежать микрофоном, да, номер, естественно, был примерно более-менее, ну не то, что поставлен, но мы знали свои точки. И бежать не могли, но хотелось прям бежать конкретно к этим микрофонам. И когда был профайл, перед тем, как заиграло вступление, и мы начали петь профайл про страну, мы крикнули, Россия, ребята, спасибо, потому что мы знаем, сколько стоят эти места в первых рядах. И мы знаем, что поднимать флаги не запрещено, их штрафуют, но они нас поддерживали. Спасибо большое. Но самое крутое было после, когда мы пришли в нашу прекрасную зеленую комнату, хотелось пить, но очень сильно... Воды, именно воды. Да, была страшная жажда, может быть, от того, что стресс прошел, может быть, от того, что мы еще не поняли, что он прошел. Ну, конечно, стресс, плюс мы выпили много алкоголя, правда, немного, мы сейчас не будем говорить. Да, ну, короче говоря, хотелось пить, а не пить-то не было, были вино красное и белое. Да, потому что воду не предусмотрели для артистов всего мира, как бы воды не надо. Обалдеть. Пили мы, в общем, тогда, вот тогда мы и пьемеем. И вот тогда мы просто и остаясь. Ребята, я скажу... И уже ослабление, да, все, что могли все сделать. Ну, я скажу больше, люди официальной делегации с Первого канала, им тоже хотелось пить, наверное. Нам всем было одинаково, да. Нам всем хотелось пить. Девочки, я настолько эмоционально от вас сейчас наполнила с такого позитива. Я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы провели этот вечер с нами, за то, что у вас широко открытые глаза, за то, что вы так просто и искренне отвечаете на мои вопросы. Ведь суть нашей программы «Ход секрет» у нас сегодня прозвучало от вас столько секретов, что в интернете, в прессе, я думаю, во многих глянцевых журналах это нельзя было прочитать. Поэтому у меня для вас тоже маленький подарок, но очень дорогостоящий. 30 секунд эфирного времени для всей страны, для всей аудитории канала Европа Плюс ТВ и всех ваших поклонников. Делайте, что хотите. Для помощи. Делайте, да, желайте ваши мысли, ваши планы. Белоруссия, Украина, Россия, сейчас все смотрят на Казахстан. Так что, в общем, давайте я не буду... Давай рекламу проведем. Во-первых, приходите на наши концерты, потому что у нас очень классные эмоциональные живые концерты. То, что вы видите в телеке, я всегда, кстати, хотела это сказать зрителям. Это немножечко другое. Это съемки, это все постановка. Мы не работаем со зрителем, а вот на наших концертах приходите. Там все совсем по-другому, очень классно, обещаем. Будьте счастливы, потому что быть счастливым можно каждый день, каждый час и в любое время, когда вы сами этого хотите. Неважно, что происходит с вами сегодня, проблемы ли, заботы ли, либо, не знаю, вообще ничего нет плохого. В любом случае, вы можете все, так же, как и мы. И просто давайте быть классными, счастливыми, здоровыми и помнить о том, что жизнь только дана нам один раз. Оля, Леночка, спасибо вам еще раз огромное. Спасибо. Что ж, я вам желаю несказанного успеха, всех ваших планов, чтобы все осуществилось. Спасибо. Ну и надеюсь, что в ближайшее время мы уже увидимся на вашем концерте. Обязательно приходи. Обязательно. Все, счастливы. Спасибо большое, нам было классно. Спасибо. Спасибо.